Выборы мэра состоялись сегодня в Магаданской городской думе. Во второй этап прошли три лучших кандидата из 22 представленных на конкурсном отборе. Это действующий глава муниципального образования Юрий Гришан, директор Магаданского политехнического техникума Руслан Федорчук и заместитель Магаданского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры Максим Попов. Народные избранники приняли решение по кандидатуре главы города путем голосования. Перед голосованием кандидаты озвучили депутатскому корпусу проблемы города и пути их решения. Действующий мэр Магадана Юрий Гришан также отметил, что было сделано для благоустройства города в годы его правления. «Было принято вместе с Минвосток развитие комплексной программы развития города Магадана до 2025 года. Сейчас приступили вместе с губернатором к разработке программы «Столица», которая охватит промежуток до 2030 года. И новая программа, и те, которые были, конечно, прежде всего учтут те первоочередные проблемы, которые волнуют людей, которые подтвердили это высказывая всем депутатам, которые получили мандаты и в областную городскую думу в ходе предвыборной кампании в сентябре 2020 года». Процедура выборов главы муниципального образования путем голосования депутатов Магаданской городской думы достаточно эффективно отметили специалисты. Она значительно отличается от прямых выборов. При принятии решения депутаты на основании своего внутреннего убеждения, оценки объективных факторов, совместной работы формируют свое мнение по работе с тем или иным кандидатом. Спикер Магаданской городской думы Сергей Смирнов отметил, что значительно повысилось качество взаимодействия и работы представительного органа с главой, которого выбирает дума. Причина одна – простой процесс снятия главы, то есть его отзыва. При прямых выборах такой процесс очень сложный, размытый и практически нереализуемый, отметили эксперты. Качество работы повышается, ответственность муниципалитета перед горожанами, перед депутатами повышается, слышимость улучшается между представительным органом и муниципалитетом, исполнительной властью. Я от этого вижу только одни плюсы. То есть качество работы повышается, работа с бюджетом, вникаемость, погружаемость в эти вещи, она также повышается, и те проблемы, которые ставят депутаты, они более не просто слушаются, а они становятся услышавыми. В голосовании по выборам главы муниципального центра участвовали 18 депутатов Магаданской городской думы. На третьем месте оказался Максим Попов, вторым стал Руслан Федорчук. За избрание мэром Магадана Юрия Гришана депутаты проголосовали единогласно. Таким образом, по результатам заседания Магаданской городской думы, действующим главой муниципалитета Магадана, на период до 2025 года снова стал Юрий Гришан. Вчера был очень прямой разговор с депутатами перед сегодняшним заседанием Магаданской городской думы, где задалось очень много вопросов, где высказывалось много критики, в том числе и в стиле метода руководства мэрии города Магадана и в отсутствии определенной связи с депутатами. Все это правильно, справедливо и я думаю, что все сказано, потому что именно депутаты являются связующим сегодня звеном между ненапрямую избранным мэром и жителями города Магадана. Поэтому здесь нужно все синтегрировать, скомпоновать таким образом, чтобы люди все равно себя чувствовали участниками всего этого выборного процесса и они повлияли на принятое сегодня решение депутатами. Программы по благоустройству Магадана определены до 2025 года. До 2020 года выполнили подготовку необходимой документации по строительству нового городского музея. Уже есть положительное заключение госэкспертизы, отметил Юрий Гришан. Также важной задачей для главы муниципального центра стало стремление сделать Магадан одним из лучших городов России, чтобы люди приезжали и оставались жить на Колыме.